Zero Dawn, вчера мы прошли первые два часа, посмотрели вступление, посмотрели взросление главной героини, ну и сейчас ей надо пройти инициацию местную для того, чтобы она смогла, для того, чтобы она смогла, скажем так, стать частью племени, потому что данный момент она изгоя, и, собственно, никто с ней говорит, не говорит, все ее ненавидят, короче, и избегают, но, однако, она все-таки хочет узнать, кто ее мать была, и ночью другого добиться, и сейчас, собственно, идем на этот процесс инициации, где она должна доказать свою силу и стать воином, только так ее примут в племени. Погнали! Ну, я думаю, ответил на вопрос, где мы вчера остановились, перед тем, как зайти в город, где, собственно, будет все происходить. Погнали! И, кстати, Нибблер насчет идолов. Начиная со стола стейдж, продюсер изменился. Или кто-то подобный. Вот почему, наверное. Сейчас надо его отпустить. Пока. Сначала инициация, а потом я пойду по его следу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поворачивай назад. Или сдохни. Выбирай. Расступитесь! В сторону! Воины, расступитесь! Пропустите ее! Сердце матери открыто тебе, дитя мое. Пойдем. Большинство Нора не так грубы, как эти дурники. Вы Тирса? А кто же еще? Идем со мной. Я ждала этого дня очень долго, Элой. Правда? О, да. Но я должна ненадолго тебя покинуть. Нужно позаботиться и о других чужаках. О других? Посланники из другого племени, Карха. Пришли посмотреть инициацию, а Нора не любит Карха. Карха? Но это моя проблема. Мы с тобой еще поговорим. А пока наслаждайся праздником. О, впереди тебя поджидает старый друг. Ему не терпится тебя увидеть. Но я тут никого не знаю. Это ты ему скажи. Мы еще поговорим. Да хранит тебя богиня. Что происходит? Ему не терпится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Элой! Это ведь ты? Подойди! Ты ведь Элой, да? Я верно запомнил твое имя? Ты старый друг, про которого мне говорила Тирса? Мы не знакомы. Вижу, ты меня не узнаешь. Что ж, это было давно. Я Тэп. Ты спасла меня от стада машин, когда была вдвое меньше меня. Я помню. Ты сказал спасибо. Я не забыл тебя. Надеялся вновь тебя увидеть. Вдруг придешь на инициацию. Как видишь, охотника из меня не вышло. Я в племени работаю швейцом, делаю одежду и доспехи. Знаешь, Элой, я подготовил костюм специально для тебя. Вдруг понравится. Сколько ты хочешь? Сколько? Ничего. Считай это благодарность за твой подвиг. Запоздалый. Прекрасно сидит. Спасибо, Тэп. У меня никогда такого не было. Ну, а теперь есть. Этот костюм защитит тебя лучше, чем твой прежний. У всякой одежды свои преимущества. Так что приходится выбирать. Ладно, не буду тебя задерживать. Иди тогда к дому матриархов, если тебе нужна Тирса. Дом ты сразу узнаешь. Большой такой, деревянный, снаружи злобная толпа. Тирса говорила про посланников из другого племени. Да, это всех и взбесило. Карха вступили на нашу священную землю впервые за годы. Будут швыряться помидорами, а то и камнями. Надеюсь, что не копьями. Ну, в общем, будь готова. Короче, каждый бронелильчик защищает по-своему. Свои статы дает. То есть, оно мне не нравится. Оно, оно, оно мне не нравится. Посижу я, Милок. У меня что-то ноги устали. Я просто сижу, потому что ноги. Я не пьяная вообще. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Милок. Вот так вот. Жанна, это всё. Ну, пора пойти нахуй. Привет, привет, ребят. Всем, кто тут присоединился. Да, планирую полностью трейд. Ярк, слезай оттуда. Мало того, что напился, теперь ещё и по домам лазаешь. А что? Нельзя уже на чужую крышу залезть. Получается, что мы должны забить про то, что мы сделаем. Ну-ка, слезай! Живо! Ага, ты только с тобой ждёшь, да, когда я шею сверну? Я жду, когда ты слезешь. Тебе дай волю, у меня ещё всё запретит. Ладно, можешь там хоть всю ночь просидеть. И просижу. Что на плохом зме? Всё самое лучшее. Ярк, вот кто. Зачем ты запретился? Зачем ты запретился? Зачем ты запретился? Каждый год одно и то же. Хорошо, хоть на тропу испытаний не полез. Мне следовало бы на то две места. У тебя ещё ребёнка? Слушайте и запоминайте. Вы будете повторять мои слова, когда меня не станет. Вначале Великая Мать родила всё живое. Люди, машины, звери. Всё это её дети. Они мирно жили бок о бок в её тёплых объятиях. Но появились недовольные. Им было мало её даров. Им хотелось большего. То были безбожники. Машины посулили, что станут им служить. Что подарят им новый мир, Лучше того, который сотворила Великая Мать. Мир из железа. Они обещали безбожникам, Что будут делать за них всё. Кормить их. Укрывать их. Они сулили им лёгкую жизнь. Изобилие. И безбожники ушли вслед за машинами. Только истинные дети, Матери и отцы Нора, Остались с великой богиней. Поначалу машины держали своё слубо. Они построили города, Великие и ужасные. Памятники их грехам. Но их служба продлилась недолго. Среди них появился король. Машина невиданного могущества. Железный бес. И тогда уже безбожники Стали ему служить. Служить машинам. Но железному бесу этого было мало. Он хотел, чтобы все служили ему. Он попытался увести истинных детей от матери. Они воспротивились ему. Они собрались на склоне горы, Прильнув к ней, И стали молиться так истово, Как никогда ранее. Железный бес бушевал громче грома. Обуреваемый яростью, Он явился к матери, Чтобы убить её. Но она сразила его Намертво. Как вы и сами знаете, Ибо его безжизненное тело До сих пор покоится там, Наверху. Узнав о гибели своего короля, Машины утратили разум И стали, как дикие звери. Безбожники были вынуждены Покинуть свои города И отправиться в скитание. Только мы Остаёмся истинными детьми Великой Матери. Мы делаем всё своими руками, Как завещала она. Машины должны быть истреблены. Из кусков железа Можно что-то мастерить, Но нельзя им поклоняться. И мы по-прежнему чтим Её законы И возносим ей молитвы, Ибо на смену одной угрозе Всегда приходит другая. Безбожники завидуют нам, Зарятся на нашу святую землю, И год за годом ярость машин растёт. Они рыскают в поисках мальчиков и девочек, Которые плохо себя вели. Что? Среди нас машина? Нет, нет. Мои старые глаза меня подвели. Любопытно. Слушайте и запоминайте, Вы будете повторять мои слова, когда меня не станет. Ну, собственно, вот. Нам рассказали вкратце, что случилось. Правда, всё переукрашивали. Ну, как обычно бывает с историей. Соли по её детям. Не мирно жили боково в её тёмных оплате. Но появились недовольные. Им было мало её дорог. Им хотелось бы... Хэллоуин, иди сюда. Карст? Что ты тут делаешь? Тихо. Мы с тобой не знакомы. Мне же нельзя торговать с изгоями. Ты, честно, не забыла? Как я могла. И как мило, что ты со мной говоришь. Ну, не надо так. Ты же знаешь, я буду завтра за тебя болеть и полюбуюсь на их рожи после твоей победы. И если тебе что-то ещё нужно из припасов, обращайся. Ты в сердце матери? Думала, ты сюда не ходишь. Человек не может всё время пить в одиночестве. Честно говоря, мне иногда не хватает общения. Вот, признался. Уж не суди строго. Не буду, если сделаешь скидку. Да ты совсем... Я шучу, Карст. Рада встрече. Давай, без этого. Я всегда рад принять твои осколки. Скоро мы благословим инициацию. Но прежде воздадим честь гостям. Уже два года держится мир между нами и Канха. Пришла пора наладить торговлю с меридианом. Эти посланники прибыли к нам для укрепления мира. Мир. Мир. Какой мир? Кх-кх-кх-кх. Выражение благодарности. Написанное Убийцы, живодёры! Вы! Убийцы, живодёры! Вы! Эй, эй, эй! Не кидайтесь вы! Люди Нора, подождите! Я Азирам, не Карха, так что скажу прямо. Прежний король солнца был редко мерзой. Правда! Этот изверг угонял людей из моего племени так же, как из вашего. Мою родную сестру угнали. Я ненавидел Карха. Но тринадцатый король убит. Уж два года как. Кто его убил? Четырнадцатый. Да. И не потому что рвался к власти, а потому что кто-то должен был положить конец этим злодействам. Да! Послание, которое привёз бедный жрец, это извинение. Из уст четырнадцатого короля. Пожалуйста. Ну, дайте ему сказать. А, спасибо. Выражение благодарности. Написанное рукой короля солнца Аввада. Его светозарности четырнадцатого монарха. Он из гостей. Обнаруженное неизвестное устройство. Это что такое? На нём визор. Такой же, как у меня. Я впервые встречаю кого-то, у кого есть визор. Где ты его взял? Что? Что? Откуда? У тебя это устройство. Это невозможно. Ваше племя боится древних руин. До смерти. С чего ты взял, что я боюсь? Ну, видимо, нет. Расшаришься в руинах Железного Мира. Что с тобой? Извини. Просто сбой. Олин, уже с местными знакомишься? Я... Сейчас приду. Стой. Нет. Всё потом. Идти надо. Оу. Похмелье у него сильнее, чем я думал. Эй. У тебя такая же побрякушка, как у Олина. С каких пор они вошли в моду? Его зовут Олин? Кто он? И где он взял такую штуку? Да он обычный собиратель. Просто со связями. Ищет артефакты, а потом пропивает их. Или проигрывает. А побрякушка? Ну, откопал её где-то. А потом нацепил это старьё на голову. Не обижайся. Тебе она идёт. Я первый раз вижу такие доспехи. Ты не видела броню Авангарда? Сейчас познакомлю. Кольцевые замки, ударопрочные. Настолько, что пилозуб подарится. Авангард. Это лучшие воины короля солнца. Мы все душегубы и победители машин. Даже воительницу племени Нора можем завалить, если что. С таким грузом железа на плечах? Вряд ли. Да, как сказать. На мой взгляд, мы с тобой друг друга стоим. Твоего друга чуть не закидали гнилыми фруктами, но ты всех угомонил. Ну да. Сам этому удивился. Нора до сих пор злый на Карха из-за красных набегов. И неудивительно. Расскажи мне об Олене. Он такой интересный. Я начинаю ревновать. Но он шарит по руинам, выкапывает старье и сбывает его знати. Ориентируется неплохо. Вот поэтому он и возглавляет нашу экспедицию. Мы знакомы пару лет. Он верный товарищ, любит семью, с ним можно выпить. Он мне по душе. А больше и сказать нечего. Я ещё хочу спросить. Пожалуйста. Но, может, лучше мы с тобой поговорим после этого вашего благословения? Я никогда не слышала про красные набеги. Что это? Твоё племя воевало, и ты даже не слышала? Ты что, в пещере жила? Родители совсем из дома не выпускали? Я росла изгоем. Со мной не общались. Да, у Нора есть такой обычай. По-моему, это жестоко. Но ты ведь знаешь про помешательство машин, что они с каждым годом всё опаснее. Безумный король решил принести много кровавых жертв, чтобы солнце усмирило машины. Не помогло. В поисках жертв Карха делали набеги на соседей и уводили людей, как мою сестру. Нора храбро сражались, но погибли многие. А дальше? Чем всё кончилось? Сын безумного короля объединил повстанцев Карха и озерамских вольных бойцов. И мы совершили невозможное – захватили Меридиан и убили короля. Теперь правит его сын, и жить стало намного лучше. Ават навсегда отменил рабство и жертвоприношение. Теперь племена в Меридиане рады всем гостям, даже изгоям Нора. Тебе надо там побывать. Твою сестру забрали и принесли в жертву. Это ужасно. Забрали – да, но дальше она им устроила. Мою Эрзу не так просто прирезать. Она сбежала, и теперь она мой капитан. Капитан всего авангарда. Сам король солнца восхищается. Как она спаслась? Это целая история, но долго рассказывать. Может, в другой раз, за стаканчиком. Или приходи в Меридиан, познакомишься с нею. Вы с ней поладите, вы обе дамы… прямые. Ты сказал, машины с каждым годом становятся опасней. Да, ты и без меня это знаешь. Впервые слышу. Извини, я просто думал, все это знают. Говорят, еще лет 15-20 назад машины не были такими злобными, как сейчас. При виде охотника они пугались и убегали. Так что охота была делом трудным, но не опасным. Если только не лезть им под ноги, конечно. А потом началось это помешательство, и все изменилось. Стоило охотнику пустить стрелу, и машина сама на него бросалась. Еще через пару лет машины начали атаковать сами. Путешествовать стало очень опасно. И больше того, начали появляться новые виды машин. Большие, свирепые и вооруженные. Как пила зуб? Да, 10 лет назад он. Но через каждые пару лет объявляется новая тварь. Еще страшнее. Так из-за чего это все? Никто не знает. А машина тебе не расскажет. Кто такие Азерам? Это мое племя. Мы живем на северо-западе. Хорошо умеем три вещи. Делать сталь, варить брагу и спорить. А кто такие эти вольные? Можно сказать, мы были наемниками. Воевали за деньги. Но все-таки кому попало, не продавались. Ават не смог бы победить отца, если бы не наша помощь. А теперь некоторые из нас служат в его личном авангарде. Если у Карха такая мрачная история, почему ты им служишь? Старый король был настоящий изверг. А новый хочет мира. Что в этом мрачного? И Карха не только воины, они и строители. Тот же Меридиан. Рядом с ним любой город, просто груда камней и палок. А Меридиан большой? Какой он? С чего начать? Мои соплеменники и мастера кузнечного дела. Лучшие оружейники в мире. Но по части строительства... Тут нам с Карха не сравнится. Город парит над каньоном. Мостов там больше, чем дорог у Нора. А дома высотой с гору. А на другом конце долины шпиль. Как вознесенный в небо клинок, сияющий на солнце. Ты должна сама это увидеть. Считай это вызовом. Или приглашением. Я хочу тебя спросить кое о чем. Спрашивай. Мне пора на благословение. Да. Слушай, может мне не стоит это говорить. Но я вижу тебе не место в этом захолустье. Ты же умная. Ты хороший боец. Ну и вообще, посмотри на себя. А ты о чем вообще? Ты знаешь о чем. Будешь в Меридиане, разыщи меня. Все расскажу, представлю кому надо. Сможешь начать новую жизнь. В общем, мне тоже пора на благословение. Ну, еще увидимся. Да? Мы забудем, что нам сделали карту. Великолепно. Далее все. Я оставлю карту в соседе. Не нужно с ним запись на бойца. В прошлом. Мы начнем благословение, когда все зайдут в свои места. Мы начнем благословение, когда все зайдут в свои места. Иллоин. Становись вон туда, дитя. Молитвенный фонарь твой. Я его сделала. Молитвенный фонарь, сделанный вашей матерью. Зажгите его в ее честь. Молитвенный фонарь, сделанный вашей матерью. В честь меня, того, чего я добилась, и ответов, которые я здесь получу. Великая мать, услышь нашу молитву. Что есть детям, как невоплощенная мечта матери? Маленький огонек, парящий над землей в дыхании ветра. Он будет плыть по небу, пока другая с ним не падет. Так от одного к другому передаются обузы любви. Вон Олин. У меня есть к нему вопросы. Быть может, скоро ты перестанешь быть изгоем. А неплохо все прошло. Ну, то есть быстро. Но с огнем любой озерамский мастер устроил бы что-нибудь позрелищней. Ой. Извини, что я так о вашем священном ритуале. Было красиво. Правда. Удачи на этой вашей инициации. Может, еще увидимся в Меридиане. Мало ли. Прага даже лучше, чем в прошлом году. Это невероятно. Ну, Олин. Знаешь мое имя? А, Рен сказал. Объясни, почему ты так странно себя вел? Это все праздник. Не люблю шумные сборища. Пойду лучше прилягу. Отвечай на мои вопросы. Ладно, не кипятись ты. Мне скрывать нечего. Что ты здесь делаешь? Зачем пришел Кнора? Оренду нужен был разведчик, а заодно собутыльник. Вот и все. Чтобы наш жрец не потерялся. Когда все кончится, снова займусь своими руинами. Буду шарить там детали и продавать свои находки. Ты исследователь? Я обычный человек. Всем надо как-то кормиться. Я вот состою на службе при королевском дворе. И все. Впервые встречаю кого-то с визором. Где ты его нашел? В руинах. К северу отжили. Так мы называем земли озерам. Их земли просто набиты железом. Стальные гиганты, погребенные в рыхлой почве. Пещеры, которые предтечи пробили в скалах. Заманчиво. Я нашла свой визор в такой же пещере. В руинах предтеч. Раз сама шаришься, и так все знаешь. Там и ищи свои ответы. Я причем. Когда мы говорили, ты вздрогнул. Как будто от боли. Или от страха. Визор что-то показал? Ничего он не показывал. Я же сказал. Просто сбой. Часто случается. Ты не умеешь врать. А ты всех подряд обвиняешь во вранье? Лишь тех, кто не говорит правду. Гнев и пламя. Я человек простой, мне скрывать нечего. Не веришь мне? Твои проблемы, не мои. Я не понимаю. Мы столько можем обсудить, а ты спешишь от меня отвязаться. Я просто не хочу тратить на тебя время. Друзей мне хватает. Я привыкла, что меня сторонятся. Думала, ты не такой. Ничего личного. Правда. Ты иди. Наслаждайся праздником. Завтра большой день. Не трать свое время впустую. Да... Не тратить. Ты их не можешь поломать. Думала, я ничего не хочу. Ой! Помоги! 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 Безродная погонь. Что ты сказал? Иди спать, изгои, пусть тебе приснится победа. Только во сне такое и может быть. А, так тут люди спят. А то при виде тебя подумала, тут выгребная яма. Ты, тебя невозможно! Так, так, смотрите, кого к нам занесло. Явилась безродная. У тебя до сих пор шрам от камня, который я в тебя кинул. Хороший сувенир на память. Ну и погонью же ты бываешь, Баст. Завязывай. Может, сарки пришли, чтобы помириться? Я бы не стала закрывать перед ними дверь. Язык прикусила? Или просто не смеешь заговорить без моего разрешения? Смотрите-ка, даже хотела одеться, как Нора. Свинья в медвежьей шкуре. С тобой у нас дружба не выйдет. Да никто не станет водить дружбу с изгоем. В сердце матери тебе делать нечего. А уж на инициации тем более. Уже чуешь? Сам понял, что проиграешь. Ха, я всю жизнь готовился к инициации. Я тебя не боюсь. Я ничего не боюсь. Правда? Что же ты тогда так кричишь? Я помню день, когда подарил тебе этот шрам. Так это было приятно. Да. А уж какое у тебя было лицо, когда я вышибла у тебя из руки камень. Но вот об этом ты наверняка никому не рассказываешь. Я наградил тебя позорным клеймом. Ты только сделал меня сильнее. Подожди. Сам увидишь. Ну да. Скучно с тобой. Все, баст пошел спать. Это я тебя завтра удивлю, дикарка. Не ты. О, ты заткнешься? Вот бы удивил. Хорошо, ты ему выдала. Теперь он заткнется. По крайней мере, до утра. Кажется, мы не знакомы. Я Элой. Да я знаю, кто ты. Соперница. Остальные-то, конечно, пройдут. Ну, как-то. Но победить можем только Баст, ты и я. Вала. Приятно познакомиться. И да. Я намерена победить. Никогда не празднуй победу раньше времени, дитя. Мать всегда так говорит. А теперь ты извини, я ложусь спать. Надо же все-таки набраться сил, чтобы завтра тебя уделать. Твоя койка вон та. Ясно. Спасибо. Как тебе в сердце матери? Довольно? Впервые спишь в доме Нора, тут все под одной крышей. Точно не знаю. А остальные не нужно. Что скажешь? Что берем? Вряд ли это на что-то серьезно повлияет, так что, наверное, возьму просто что-нибудь. Ну, неплохо пусть будет. В целом, довольно мило. Тут хорошо, когда ты своя. В том-то и дело. Тебе здесь найдется место, правда. Отдыхай. Тебе здесь найдет место, правда. Продолжение следует... Войны, приготовьтесь! Что мне сделать, чтобы от тебя избавиться? Продолжение следует... Разбился твой трофей, Искорь! Придется раздобыть новый! Продолжение следует... Есть! Быстрее, давай! Надо их догнать! Продолжение следует... Продолжение следует... Надо их догнать! Не торопитесь! Главное — дойти до конца! Все дошли, кроме изгоя! Где она? Она была за мной! А я думал, дойдет... Ты последняя! Можешь уже не спешить! Победит Баста Левала, но воином ты станешь, если дойдешь! О, стой! Это старая тропа! Двое недавно погибли! Там опасно! Все же лучше быть последней, чем мертвой! Ты что, чокнутая? Убьешься ведь! И дальше не будет легче! Это же верная смерть! Назад по тени! Остановись! Не надо! Все идет! Я не вижу! Ну, давай! Быстрее! Шевелись! Вперед! Вперед! Изгоя? 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 У нас петхнулось? Хорошо, я их догоняю. Смотрите! Изгоя их догоняет! Как она туда забралась? Это будет непросто. Вот такое случилось. Я готовилась к этому с самого детства. Этого недостаточно. Все должно быть идеально. Давай, давай, ты сможешь. Она не победила! Она жульничала! Изгой стал победителем? Нет. Она не изгой, а воин. Ты смогла? Как и вы все. Осталось возложить трофеи на алтарь. Ноэлой, прежде изгнанная, а теперь воин стала среди вас первой. Элой! Бегом! Ведите огонь, пока наши не подойдут. Надо уходить. Там выход. А то под огнем не добраться. Мертвые не стреляют. Отвлеки их, а я подберусь. Баст! Баст! Ты с нами? Я с вами! Пошли. Давай! Их много! Нам конец! Мертвые не сдержат! Великая мать, помоги! Смерть захватчикам! Убийцы, татарцев! Они сильны! Не отобьемся! Вперед! Быстрее бегите к трофам! Убейте всех, чтоб никакой им пощады! За великую мать! О нет! Берегитесь! Их все больше! Сколько их? Мы проигрываем, но это еще не конец! И сколько же их там? Их много! Их много! Их не сдержат! Великая мать, враги! Никак! Убейте их! Убейте их! Еще на подходе! О нет! Берегитесь! Их все больше! Сколько их? Вう-бы-бы-бы-бы-бы... Верегите их! Выкачай! Найдите её! Она не укроется от тьмы! Их здесь держат! Великая мать, помоги! Великая мать, помоги! Давайте, спускайтесь, пока можно! Вернись! Вала! Вала! Нет! Сейчас рыжий сдохнет! А ну-ка, вперёд! Открыть! Вала! Валя! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фомо, не неси бреда и смотри внимательнее. Наведения нету никакого. Если бы было, я бы его сам заметил. А так нет. Приходится самому все делать. К счастью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удачи, Малиста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обрати свой лик к солнцу, дитя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох! Нет! Сожгите все. Исполните долг. Повинуюсь. Элой. 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 Выживи. Элой. Элой. Она умирает. Туда нельзя! Это кощунство! Она должна быть рядом с матерью. Глой, прости меня. Обрати меня к солнцу. Раст. Нет, 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 нет. Надо выбраться. Где мой визор? Нет. Раст меня спас. Наверное, меня нашли и перевязали раны. Но почему тут никого нет? Нет. Где я? Хорошо, вопрос где-то. Так. Так, окей. Все. Вот теперь все видели? Теперь ее точно не будет. Оказывается, оно реально было. Так. Приключение все окей. Приключение все окей. А, вот оно. Что? Я внутри священной горы? Но сюда же пускают только матриархов. Я не вижу тут своего лука и поврежденного визора, который снялась от того убийцы. Где они? Отлично. 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 Надо еще поискать. Я поймала какой-то сигнал. похоже на те руины куда я свалилась в детстве это не но расстроили это все создали предтечи но зачем какие-то старые шахты это что-то вроде топливного элемента интересно чего вот он и остальные мои вещи что-то мне покажешь всем командирам приостановить раскопки и проследовать цели избегайте контактов с дикаря минора если вас заметят убейте свидетелей вот изображение цели не подведите с чего ты взял что я боюсь меня видели через виза ролина как это возможно тогда быстрее я иду проводится опознание слушать теперь надо не деда а меня это ясно а это откуда и кто ты моя мать меня хотят убить потому что я похожа элой ты очнулась так это вы скорее скорее идем со мной куда туда где ты родилась элой здесь внутри горы проще будет показать нас мы думали ты умер умереть возле матери великая милость лэнзер была конечно против но джесса меня поддержал моя мать здесь и я ее увижу мне трудно объяснить просто идем со мной она мать как я только с короткими волосами нет ты заблуждаешься тебя родила не женщина и лой твоя мать сама гора я что о чем вы говорите идем что это за место великий зал здесь мать сразила железного беса и родила тебя элой побоище на инициации стало лишь первым несчастьем воины которые пошли за убийцами попали в засаду и в плен какая связь с тем где я родилась я надеюсь прямая здесь здесь мы тебя нашли мы услышали плач пришли а ты лежишь я лежала здесь да то есть я родилась за дверью именно в это я всегда и верила что ты явилась из утробы горы что ты дар от богини матери но другие как лэнзер считали что ты порождение темных сил не дар а проклятие но это не богиня это дверь за ней есть люди проводится опознание глаз ошибка альфа-реестр поврежден невозможно подтвердить личность в доступе отказано нет нет пожалуйста Илой, с тобой говорила богиня. Она тебя знает. Вы не слушали? Она меня не узнала. Это из-за порчи. Богиня мне так сказала. Если ты снимешь эту порчу, она сможет тебя разглядеть. И как мне это сделать? У тебя были видения. Женщина с короткими волосами. Меня хотели убить из-за сходства с ней. Их сила слишком велика. Но может есть другой след? Олин. Это один из чужаков на церемонии. Убийцы увидели меня его глазами. Он из Меридиана. Тебе надо покинуть священную землю. Я всю жизнь была в изгнании. Мне не привыкать. Тш-ш-ш. Есть другой путь. Идем. Сейчас увидишь. Говорите, племя награми вымирания? Что случилось? После побоища на инициации мы отправили за убийцами войско. Вернулось меньше половины. То есть их богиня это электронный голос опознавания в дверей? Убийцы были не одни. Они как-то подчинили себя машине, извратили их, свели их с ума. Так убийцы сбежали? Да. И теперь мои сестры согласны лишь петь песни скупления и молить великую мать о милости. Вместо того, чтобы самим искать спасение. А вы что предлагаете? Это. Это и предлагаю. Показать тебе, где ты родилась. И отпустить тебя в путь, чтобы ты исполнила свое предназначение. Ну, Салар, ну, возможно. У нас ждут высшие материалы. Я сама с ними поговорю. Она знает? Знает. Я показала. Сестры, богиня говорила с Илой. Она велела ей снять порчу. Но как она это сделает? Ей придется отправиться в странствие. Искатель? Так сказала богиня. Значит, так надо. Избрать искателем? Это отродье? Сестра, не спорь, Лензера. Хоть сейчас. Это будет ваш грех, не мой. Отправьте ее на поиски, и пусть не возвращается. Элой, священной милостью богини, мы провозглашаем тебя искателем племени Нора. Теперь ничто не помешает тебе исполнить свой долг, да хранит и оберегает тебя, Великая Мать. В Добрую Мать. Подготовлю все для песнопения. Мы надеемся на тебя. А что значит искатель? Это ты, а это твоя метка. Высшие матриархи в час нужды могут избрать искателя, достойного воина, который отправится на великий подвиг. И не важно, как далеко ему придется уйти. Даже за пределы священной земли? Да. И ты сможешь вернуться, достигнув цели. Или когда будет нужно. А были еще искатели? Были, но немного. И большинство из них так и не вернулись назад. Раст был искателем? Нет, не искателем. Что вы от меня скрываете? Сейчас не время, Элой. Может, в другой раз. Что вы сделали с телом, Раста? К несчастью, от него мало что осталось. Но что нашли, мы похоронили там, где он себя вылестил. И цветы посадили. Спасибо. Спасибо за переподписку. Я могу идти, куда хочу? Без ограничений? Даже в запретные места. В грязные земли, укрытые от взора богини. Или руины железного мира. Ясно. Почему земли, куда не ходит нора, зовут грязными? Это не ясно. Наша земля священна. Мы живем под присмотром великой богини, матери всего сущего. А за пределами лежит грешная земля. Или земля падших. Вот почему нам запрещено уходить отсюда. Но благословение искателя тебя защитит. Столько людей пострадало. Может, я могу чем-то помочь? Сейчас главное – исполнить то, что предначертано тебе великой матерью. Я понятия не имею, что мне предначертано. Так выясни это. Впрочем, если ты чувствуешь, Лой, что часть твоей задачи – помочь племени, так и поступи. В объятиях найдется много людей, кому нужна помощь. Мы не знаем, что тебе нужно сделать, но тебе что-то нужно сделать. А что это должно быть? Ну, решай сама. Если облажаешься, значит, ты была неправа, и тебя убьют. А если справишься, то ты молодец. Фигяки объяснения. Почему нельзя ходить к руинам Железного Мира? Это скверные места, Лой. Страшные, грешные. Как и дети железа их построившие. Когда они восстали против Великой Матери, ее гнев снес их города, но не смыл их греха. Над руинами витает их древняя злоба, пятная всякого, кто дерзнет туда войти. Но я была в таком месте. Внутри оно почти такое же, как гора. Не может быть. Может. Но мне просто не дано этого понять. Надеюсь, ты сумеешь познать истину. Так племя отправило воинов на поиски убийц. Да. Но их ожидала засада. Немногие спаслись. Почти все они ранены. Где убийцы, знаете? Нет. Но спроси Варла. Это воин, который охранял врата объятий. Он вырвался из засады. Он может знать. Наверное, мне пора. Отсюда отправляйся к вратам объятий. Поговори с Варлом. Он укажет путь до Меридиана. Если кто-то из Нора будет тебе мешать, дай им понять, что ты искатель. Хорошо. Спасибо, Тирса. Спасибо за все. Пусть хранит тебя великая мать-дитя. Пусть хранит тебя великая мать-дитя. Люди Нора! Скоро мы начнем. Очистите сердца. Сегодня мы будем замаливать грехи, которыми навлекли на себя эту беду. Когда раздадутся голоса Матриарха, мы примкнем к ним в тесне. Матриархи, как избожник. Богиня, мы твои верные дети. Помилуй нас. Вон та девчонка. Она все-таки выжила. Она многих спасла. Повезло нам с ней. Матриархи, как из ведра. Девчонка из горя идет. Элой! Не пуйся. Элой! Стоит, слушай. Тепп? Говорят, по беде. Вала великой матери. Вроде демона. Ты живал. Черная тварь касанием сводит машину с ума. Куда звезд? Прорывался сквозь врата объятия. За стенами своих... Ходили слухи, но не знал, можно ли им верить, пока не увидел. Так рад, что ты жива, и ты носишь тунику, которую я для тебя шил. Я польщен. Мне пора идти, Тепп. Храни тебя, богиня. Хвала великой матери. А какие слухи ходили? Что тебя ранили, и ты при смерти. А потом высший матриарх Тирсона стояла, чтобы тебя отнесли исцеляться в гору великой матери. Сколько было шуму. Туда ведь никому нельзя, кроме матриархов. Но... Но ты заслужила честь. Выжившие рассказали всем, как ты за них сражалась. Там я не одна сражалась. Да. Они рассказали про Баста с Валой. Да. И Раст, кто меня вырастил. Он спасал меня и... погиб. О нем вроде бы не говорили, но я его помню. Он был с тобой, когда ты меня спасла. Я помню, он тогда заслонил тебя, когда мой отец стал кричать. Ведь его смерть не была напрасной, Илой. Он спас тебе жизнь. Мне надо за врата. Ты хоть представляешь себе, насколько там опасно? Мне нужно пройти. Тогда обратись к Рэшу, он на стене. Это наш новый бождь. Но я не уверен, что он поможет. Чем объятия так опасны? Убийцы еще там? Нет. Давно ушли. За ними отправилась войско, но угодило в западню. У них какая-то власть над машинами, как зараза, которая заставляет повиноваться. И эти их машины теперь рыщут в объятиях? Да, они там есть. А за пределами дела обстоят гораздо хуже. Поверь мне, сейчас не время для путешествий. Почему Рэш не поможет? Ну, он говорит всякое про тебя. Что я безродная шваль и изгой? В таком духе? Да. Я не рад, что его выбрали вождем, но Сона не вернулась из похода. Говорят, что она пошла по следу убийц одна. Кто это Сона? Сона была вождем, но после сражения она пропала. Ты не видела ее в сердце матери? Высокая, худая, темнокожая, с белыми волосами. Ее дочь проходила инициацию, и погибла. Вала ее дочь? Да. Была. Хорошая. Это точно. Почему у тебя лук и копье, Теп? Ты же швец, а не воин. Наши воины все мертвы. Или ранены, Элой. Кто-то должен стоять в дозоре матери. Вот я и вызвался. Ничего, справлюсь. Мне главное, чтобы не пришлось идти по пути испытаний. Мне пора идти так. Храни тебя, богиня. Боб, большое тебе спасибо за поддержку и за приятные слова. Откройте врата. С какой стати я должен слушаться всяких изгоев? Меня выбрали искателем. Открывайте! Тебя? Искателем? Тирса и Джеза опалаумели? Сперва допустили безродную до святого обряда, а потом даже притащили внутрь священной горы. Они навлекли на нас проклятие и теперь наши дети в каменных курганах. Если Тирса и Джеза во всем виноваты, может, пойдешь и скажешь им это в лицо? Или ты такой смелый, только пока их нет рядом? Я вождь племени Нора! А я Искатель. Делай, что говорю, открывай врата! Чем быстрее ты уберешься, тем лучше. Что это? Демон! Демон! Тревога! Великая мать! Что он с ними делает? Отчиняйте их. Оружие! Оружие! Что за ведущая приклада, безродная? Убейте их! Убейте всех! Войны, приготовьтесь! Сегодня мы сразим... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! С демоном! Великая мать! Дай нам сил! Вот он! В атаку! Осторожно! Бегуны спешились! Добро пожаловать в Казахстан! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА